привет всем подписчикам канала фрешноут сайте сегодня у нас будет обзор дистрибутива ubuntu dd и 2004 наконец-то он зарелизился и хотелось бы пару слов сказать о самом окружении само окружение перекочевала ubuntu от deep in linux которые разрабатывают китайцы на базе debian отдельно пакеты поставлялись в репозиториях можно было отдельное приложение и само окружение установить просто на саму ubuntu но вот нашлись ребята которые решили упростить эту задачу и сделали отдельный дистрибутив это очень и очень приятная новость потому что само окружение deep in она приносит какую-то свежести какое-то новое ощущение от операционной системы все мы знаем что те версии и сборки рабочих на рабочих столах subuntu которые уже существуют они слегка за сиделись на одном месте без особого развития что-то развивается где-то что-то обновляется какие-то компоненты изменяются но чего-то принципиально нового у нас не появлялась уже достаточно давно второй аспект появления этого дистрибутива я думаю это переход господ из canonical закрытие разработки unity desktop который был последний раз за режим 16 на 4 версии было принято решение перейти на гном и здесь начался холивар потому что так сказать кланы разделились причем аргументы и тех и других всегда звучат в каком-то таком фантастическом контексте относительно например поклонники unity говорят что вот гном мы не любим потому что гном это тяжелое окружение но при этом не разбираясь в том что unity не намного менее а может быть даже и более тяжелее чем сам гном и более лагучий я я не буду сейчас принимать чью-то сторону я сам не сторонник гнома гном мне не нравится и соответственно мне больше нравилось unity поначалу было как-то непривычно а потом постепенно как-то втянулся и втянулся и стало как-то привычно приятно красиво аккуратно о ресурсах которые unity потреблял мой компьютер я не особо не беспокоился потому что у меня было либо 16 либо 32 гигабайт оперативной памяти в принципе всегда стал более-менее современный процессор был ssd и я не особо парился спасаясь о каких-либо там дополнительных мегабайтах памяти при использовании например более легковесных дистрибутивов вот ну разговор не об этом разговор непосредственно сейчас о том что привело к появлению этого дистрибутива ubuntu dd и одна из моих версий это лично моя версия это все же переход ubuntu с версии 1804 возврат к истокам гному после использования какого-то пленого количества лет после использования unity я переш начал пытаться найти ну гном ну вот он вообще не заходил ну ну не нравится мне это окружение я не знаю но не могу я ничего с этим поделать вот она мне не подходит и все я обратился обращал свои взоры в разные направления и в плазмы и я не рассматривал дистрибутивы типа mint или ubuntu xfce мне не нравится этот типичный старомодный дизайн к так сказать так называемый классический дизайн он уже слегка приелся начиная еще с версии самых ранних ubuntu плюс параллельно использованием windows xp или windows 98 это все настолько приелось вин когда появилась windows vista или windows 7 какой-то был немножко глоток свежего воздуха в этой организации юзер интерфейсов после появилась windows 10 тоже очень круто все классно и вот почему-то как-то наши друзья из цехов linux чуть-чуть подостряли в классических интерфейсах без внедрения чего-то нового принципиально вот окружение deep in linux окружение deep in рабочего стола она привносит вот этот вот так сказать модерн в наши операционные системы такая так называемая новая эра юа интерфейс система очень красивая точнее рабочий стол очень красив очень классно что разработчики все-таки сделали такой дистрибутив потому что мы теперь имеем более-менее стабильный ну это мы сейчас потестим более-менее стабильный десктоп дистрибутив на пакетной базе ubuntu то чего не хватало deep in linux естественно одной из самых отличительных сторон deep in linux было само окружение deep in the stop environment сокращенно деле и эта система подкупала своим приятным мягким легким окружением рабочего стола в котором было всегда приятно работать но реалии упирались в то что в одно время deep in собирался в самых ранних версиях собирался на пакетной базе ubuntu потом почему-то разработчики решили перейти на дебиан и для привычных пользователей ubuntu потому что в дебе он нас все в истоке и нужно было смотреть на то какие пакеты где установлены как чтобы то есть немножко изменить процессы привычных действий которые нам требуются для начальной настройки системы и для ее кастомизации чего-то там нет чего-то там выглядит немножко иначе и то есть дебен в принципе а не ассоциируется они с одним из рабочих столов которые предлагаются нас на так скажем рынке рабочих столов поэтому во время установки дебен мы устанавливаем голую систему и после завершения установки ядра мы просто можем выбрать какое же мы хотим рабочее окружение то ли к диет то ли синамон то ли xfce или lxd и масса всяких разных рабочих столов и мы выбираем себе на свой вкус который хотим использовать ну давайте поговорим теперь о системе ubuntu dde первое о чем хотелось поговорить это о том что у нас есть очень крутая панель control панель нажимая на шестереночку у нас выплывает вот такое красивое меню в котором все системные настройки соответственно мы можем посмотреть системную информацию вот она у нас ubuntu dde 20.04 remix edition distribution list 20.04 процессор память диск лицензии будет меню здесь можно тоже корректировать много много всего можно сделать в этой одной панели она очень красивая и очень оригинально выглядит в отличие от стандартных дистрибутивов которых используется обычная кошка для настройки системы настройки дисплея прозрачности самой панели тоже можно регулировать очень много всяких разных опций связанных с power management там настройки мышки вот банальный пример например как просто здесь можно добавить раскладку клавиатуры и например переключатель языков на любимую нам комбинацию control shift или alt shift вот в этом основном списке мы выбираем keyboards and languages здесь у нас есть вкладка keyboard layout здесь просто достаточно нажать все делается вот в интерфейсе визор интерфейсе одного одной контроль панели нажимаем от keyboard layout пишем search пишем rose russian все у нас добавлен язык у нас сразу же появляется комбинации клавиш на выбор для переключения языков по умолчанию они устанавливаются сразу два варианта это клавиша супер и space супер это на клавиатуре например windows это кнопочка windows на клавиатуре mac это кнопочка command мы можем просто отключить ту которая нам не нужна и оставить например alt shift так теперь проверим как у нас работает переключалка языков откроем например текстовый редактор это будет скорее всего едет здесь так и есть это у нас едет about давайте проверим еще раз да это едет и так у нас английский язык тест теперь нажмем alt shift переключается русский до тест вот так это работает просто и и совсем непринужденно как говорится давайте посмотрим что за приложение у нас здесь установленное ну во первых здесь стандартный набор приложений фактически убунтовских основных это во первых браузер firefox это gparted это email клиент thunderbird что еще калькулятор даже шахматы представляете есть вот что еще тут есть интересного гимп синаптик то есть приложений по минимуму но при этом здесь присутствуют еще и приложения которые поставляются вместе с deep in desktop environment первое что мне хотелось бы отметить это системный монитор это удивительно красивый системный монитор абсолютно не похож на остальные предельно простой понятный со скрытой непонятной дополнительной информацией которая просто замокра загромождает экран вот так вот выглядит у нас этот системный монитор давайте попробуем что-то запустить чтобы увидеть какую-то реакцию например firefox загрузка по процессору идет невысокая потому что у меня стоит 12 ядерный процессор память подскочила видите график использования сети вот появилось наше приложение здесь которое мы открыли есть несколько видов которые мы можем смотреть здесь во первых те которые предназначены пользователю просто так сказать упрощенный вариант без без это указываются просто приложение без дополнительных процессов которые используются в фоновом режиме в упунту мы можем отобразить их с помощью вот этой клавиши вот этой кнопки увидеть остальные процессы демоны и прочее 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 что у нас еще работает так как эта система рассчитана скорее всего на десклоп пользователей это как раз и является ее отличительной особенностью здесь по умолчанию скрыто не скрыто не находится на первом плане разная информация системная которая в принципе обычных стандартных пользователей может просто пугает непонятные какие-то термины и сервисы демоны это обычным пользователям ни к чему вот такой системный монитор очень красивый приятный понятный отдельно сейчас хотелось бы сказать пару слов о терминале терминал сейчас мы посмотрим вот он терминал терминал здесь linux deep in рабочего стола и у него есть ряд преимуществ у этого терминала во первых у него есть возможность сразу же выбирать разные темы оформления вот мы можем нажать кнопочку вот нажимаем вот этот гамбургер switch them и и здесь можно давайте выберем выведем начал какую-то команду например screen fetch screen fetch чтобы было видно лучше итак вот у нас разные комбинации цветовые оформления нашего терминала очень много красивых тем самая любимая у меня которую мне нравится больше всего я не знаю почему она называется так dd linux elementary очень похоже на то что цветовая гамма взята из терминала elementary os мы знаем что в elementary os тоже свой терминал со своим внешним видом со своими цветовыми настройками по умолчанию вот такая вот простая конструкция терминала его внешний вид сразу же здесь можно добавлять еще дополнительно вкладки это очень удобная тема потому что например в ubuntu 20 04 он не базовый он не обладает всеми этими особенностями такими терминал как и терминал который был когда-то сделаем десять лет назад вот примерно в таком же виде он постоянно и качует в бунту из версии ничем не меняется никак не изменяется вторая особенность очень крутая особенность этого терминала которая просто дает ему 10 из 10 баллов помимо того что у него приятный красивый интерфейс прозрачники по умолчанию это ремонт менеджмент здесь мы можем добавить любой нам доступный ссх сервер который мы хотим администрировать которую мы хотим работать здесь мы просто пишем например название этого сервера пишем его айпи адрес пусть это будет сто двадцать семь ноль ноль один например порт у нас по ссх используется 22 здесь мы пишем юзернейм который мы хотим использовать для логина в этот сервер его пароль соответственно если нам потребуются дополнительные сертификаты мы можем добавить еще есть advanced опции это группы команды все 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 что требуется для подключения для нормального подключения к серверу у меня сервер который расположен и получать я получаю к нему доступа ip адресу поэтому мне этого достаточно теперь мы просто можем подключиться к этому серверу и у нас это останется во вкладке то есть это соединение remote оно будет вот здесь насколько мне вот видите если мне нужно то есть теперь если мне нужно по ссх подключиться к какому-нибудь серверу я не буду париться я не ставлю дополнительная какой-то оболочку терминалов для этого я могу использовать базовый терминал который поставляется мне с рабочим столом очень удобно это позволяет содержать у себя систему более чище не засорять и и дополнительными приложениями в том случае как это выглядит с убунду 20 04 и ее терминалом для того чтобы выполнять комфортную работу которая мне требуется для этого мне потребовалось бы установить дополнительную оболочку для терминала гном терминал то есть у меня был бы и гном терминал и еще какое-то приложение терминальное в котором я могу делать все эти фишки сейчас же этого делать очень много всяких настроек интерфейса тоже у терминала 8 всякие горячие клавиши курсор window и так далее отдельно конечно хочу сказать о обоях обои здесь из нового это то что мы сейчас видим все остальные обои перекочевали из deep in linux сюда и они даже при даже при условии что они не менялись они остались на высоте и очень круто подобраны нет все таки здесь есть какие-то дополнительные обои еще вот разработчиков дистрибутива бунту dd и как минимум несколько версий вариантов вот этого логотипчика те обои очень красивые очень презентабельные выглядят они всегда прекрасно очень красочно и красиво они подобраны а с обоими все теперь посмотрим что у нас с дальше с приложениями ничего особо такого нового здесь нет если вы раньше пользовались deep in linux вы можете узнать некоторые особенности файловый менеджер очень красивый файловый менеджер выдержанные в стиле то ли windows то ли mac то ли симбиозы windows mac вот как то так это выглядит все очень красиво понятно у него есть некоторые функциональные особенности которые которых я не видел в других файловых менеджерах это например создать папку тест вот как это и она у нас например мы можем ее маркировать каким-нибудь тегом например вот я не знаю фиолетовым цветом я предполагаю например да что те папки которые мне требуются для работы например для выполнения моей работы будут использовать тег фиолетовый фиолетовый music test и тоже мы можем эти папочки которые нам требуется отмеркировать как фиолетовым то есть фиолетовым тегом что это нам дает у нас появилась вот здесь вот вкладочка такая purple в табе вот в этом вертикальном если мы нажмем на нее он нам отобразит те папочки только те папочки которые у нас отмаркированы непосредственно purple фиолетовым цветом это очень крутая фишка также мы можем например обозначить что purple это у нас будет переименовать это работа вот нажимая на них мы будем видеть вот папки связанные с работой например или если у нас работает локальное какое-нибудь окружение например веб сервер или прочее там конфиг файлы или папки которые нам требуются для быстро то есть быстрого доступа к этим файлам и папкам мы можем точно так же промаркировать их другим цветом либо с таким же цветом но с другой лейбой и соответственно использовать получать быстрый доступ к этому сейчас давайте попробуем я не помню точно можно ли сделать так же само с файлами сейчас можно попробовать wallpapers например вот давайте да можем так же само добавить и файлы например если мы например какое-нибудь окружение у себя настроим нам требуются какие-то конфигурационные файлы то ли это nginx то ли это apache или какой-нибудь виртуальный хостов мы можем назвать например там environment configs и и после этого просто вот нажатием вот такой вот по этому тегу получать доступ к этим файлам все очень визуально красиво все понятно и все очень няшненько как говорится и приятно для глаза возможно в других каких-нибудь файловых менеджерах есть тоже реализация тегов я не обращал на это внимание но здесь это просто вот лежит на поверхности и не использовать такую возможность файлового менеджера это просто кощунственно это я считаю что это очень крутая штука на самом деле что у нас здесь есть еще в настройках здесь много сеттингов по организации окружения и внешнего вида да здесь мы можем настраивать и тему и дефолт applications например в дефолт applications мы можем настраивать разные email клиенты или браузер который будет использоваться у нас по умолчанию или текстовый редактор музыкальный плеер видео картинки и терминал настоятельно рекомендую использовать тот который поставляется с deep in desktop environment потому что он реально крутой так темы шрифты темы что еще у нас тут можно сделать темы тут можно поменять разные иконки вот например сейчас у нас стоит дефол диппин можно диппин дар включить иконки папирус иконки есть видите какие то морские иконки ну куда же без хуманити без убунтовских е папирус даже есть вот посмотрите убунту моно дарк есть не знаю не особо они тут смотрятся конечно все таки лучше здесь вписываются конечно диппиновские иконки папирус тоже в принципе красиво смотрится вот оставим все по дефолту что еще тут можно сеть настраивать можно настраивать подключение к vpn видите какое количество здесь кстати open vpn тоже есть у нас в базовых настройках штатных настройки по звуку время тайм зона батарея мышка понятно все остальное понятно очень удобно очень красиво и круто все сделано но как вот я это вижу сейчас очень хорошо что появился такой дистрибутив это очень круто мы все его ждали кто хотел чего-то нового вот мы наконец дождались разработчики убунту диди дистрибутива сейчас насколько я читал у них стремятся все таки пообщаться с канонников и попасть в список официальных ответвлений убунту с тестоп энвайронентом диди надеемся на то что у них это получится и они получат какую-то поддержку от комьюнити от комьюнити каноникалов и в принципе от них самих отдельно хотелось поговорить о софтворцентре у нас если у нас в дипин линукс встречался свой собственный магазин то здесь мы видим привычный на убунту софтворцентр который обладает всеми теми же возможностями как которыми обладает обычная убунту на самом деле в 20.04 после внедрения снэп пакетов стало все очень просто предложение которое используется здесь они все берутся многие берутся из снэп репозиториев поэтому они всегда актуальны например тот же самый у нас Телеграм всегда отставал по версиям здесь же Телеграм у нас впереди планеты всей он у нас версии 2.1.4 соответственно source у нас видите snapcraft.io то есть очень круто все точно так же например мы можем прямо здесь установить я так понимаю php storm да вот он видите тоже snapcraft поставщик версия как раз версия вот буквально недавно обновился php storm у нас до 20.21 и вот видите она уже здесь присутствует это очень круто что еще хром ну хром по моему у нас не должен быть здесь или будет нет у нас здесь будет только хромиум я не знаю почему так происходит почему разработчики линукс в частности убунту не добавляют сюда непосредственно хром предлагают хромиум хромиум понимаем все что хром основан на хромиум это вебкит но все же конкретно как отдельный а как отдельное приложение оно здесь не поставляется так же сам как и вабунту например вайбер давайте посмотрим вайбер вайбер есть unofficial не это ни о чем не говорит unofficial вайбер это snapcraft поставщик здесь вайбер почему он не официальный потому что я так понимаю какие-то договоренности не были осуществлены непосредственно с разработчиками вайбер ракутеном поэтому ребята решили просто сделать как бы unofficial вот даже и девелопер нас Игорь Малиновский как мы видим и просто заливают сюда крайние версии при обновлении вайбер пакета и он здесь работает отлично все классно ватсап интересно давайте посмотрим что у нас тут есть и ватсап у нас тут тоже видите есть unofficial это то же самое что и вайбер то есть будет устанавливаться приложение будет подтягиваться будет работать супер опера браузер есть Firefox есть Microsoft Teams например для кого-то из более узких специалистов Microsoft Teams еще наверное не пока не появился здесь но Teams уже существует для Linux Teams Microsoft Microsoft Linux должен да Microsoft Teams now available on Linux вот пожалуйста да он есть что у нас со Slack например есть ли у нас Slack давайте посмотрим да и Slack есть как видите отлично это вот вот именно вот эта вот ситуация как раз и говорит о том что что то чего не хватало у нас в Dpin Linux это у них очень классный свой store но в этом store постоянно засиживались приложения в старых версиях и было очень сложно получить доступ к крайним версиям приложений которые обновлялись а если например для Windows пользователей это не критично там программы могут обновляться и несколько раз в неделю даже несколько раз в день что конкретно там меняют разработчики вообще непонятно в том же Viber или например в каких-нибудь других приложениях в том же Slack то для Linux это может быть критично потому что все таки приложения некоторые которые делаются кроссплатформенными которые разработчики которых пытаются все таки переносить приложения на разные платформы для них все таки каждое обновление для Unix операционных систем это какой-то шаг вперед или какой-то взгляд в будущее то есть что то новое там по любому преподносится там не происходит в основном такие обновления которые чего-то вот где-то там какой-то рефакторинг привносят и все что-то более глобальное поэтому с приложениями здесь все круто здесь полностью пакетная база Ubuntu и это очень хорошо да у него есть несколько видов внешних вот это у нас называется то есть эффективный есть у нас мод еще а не efficient а fashion мод это fashion мод ну такое слово да более розовое какое-то fashion мод есть efficient мод это эффективный мод если мы переключаемся в этот мод мы получаем что-то похожее наверное на Windows 10 да черный док панель давайте сменим обои на что-то более типичное стандартное да вот видите получаем как бы что-то какое-то легкое подобие в цветовой гамме Windows 10 да и что в принципе неплохо скажем так давайте говорить откровенно интерфейс Windows 10 отточен уже очень долгое время и есть в нем все-таки свой смысл и своя философия здесь же происходит то же самое мы видим что-то строгое лаконичное даже вот такая вот какая-то кнопочка есть что она делает она переключает у нас моды и настройки этой панели соответственно меню вот этих приложений мы можем точно также переключить насколько мне известно да а нет подождите где-то тут был ага вот у нас есть такая вот штука мы можем это меню приложений свернуть чтобы она не разворачивалась на полный экран и вот выскакивала как панель пуск Windows очень круто очень аккуратно все сложено все красиво естественно мы получаем красивый прекрасный дистрибутив за которым приятно проводить не просто часы а дни и недели и соответственно приятно работать получать удовольствие от работы или от например просмотра фильмов или от игр если вы играете в какие-то игрушки на линуксе сейчас можно играть в игрушки можно поставить стим есть есть уже портированные клиенты например для таких игр как World of Tanks есть например даже официальные клиенты как War Thunder для линукс и так что бы еще хотелось отметить это конечно же мультитаскинг у нас есть возможность создавать разное количество рабочих столов здесь можно их добавлять уменьшать количество естественно ну это не новая функция в принципе в окружениях linux но она здесь тоже присутствует тоже весьма адекватно работает например вот если мы откроем здесь какое-нибудь приложение допустим там системный монитор есть экран естественно мы можем перейти в другой экран здесь открыть файловый менеджер выглядит это таким образом то есть ничего такого особо военного но не сказать об этом тоже было бы неправильно здесь это работает и вынесено видите на основную панельку прям мультитасками то есть этому функционалу уделяется какое-то определенное внимание вот и еще хотелось бы заметить что в дистрибутиве также присутствуют некоторые программки которые есть эксклюзивно в linux dpin это разработан они разработаны непосредственно разработчиками они разработчиками dpin desktop environment например вот такое приложение как screenshot отличное приложение это он скриншот приложение очень напоминает приложение для windows lightshot но здесь со своими особенностями то есть мы можем сделать как скриншот определенной области экрана мы можем здесь сразу же что-то нарисовать какие-то квадратики что-то тут покрасить каким-то текстом какими-то цветами вот сейчас можно по-моему закрасить эти квадратики как-то я не помню вот да можно менять вот порисовать соответственно ручкой очень красиво все сделано в общем очень удобное также приложение которое идет из коробки в принципе для можно писать разный текст разными шрифт разными тем самым размером шрифта вот например очень очень хорошо что есть такое приложение которое вот у тебя идет из коробки и работает в твоем окружении отлично без различных каких-то зависаний или лагов и так здесь можно сохранить и так же само этот скриншот он сохраняется куда у нас на десктоп даже на десктоп сохранился вот пожалуйста вот наш скриншот сейчас мы откроем вот он так вот наш скриншот прекрасно прекрасно работающее приложение прекрасная мелочь но очень и очень доставляет удобство что есть такой вот такая вот штука из коробки да еще есть интересный view такое вот у нашей менюхи она может быть в трех разных комбинациях может быть вот в таком виде может быть в базовом полноэкранного еще у нас есть полноэкранный разделен на так сказать разделы интернет видео графика тоже кстати очень удобно здесь соответственно мы можем их выбирать какие нам разделы требуется очень классная тема на самом деле что хотелось бы сказать в заключении дистрибутив получился годный дистрибутив получился классный что в принципе следовало ожидать так как в принципе само рабочее окружение десктоп deep in desktop environment является очень крутым и здесь его в принципе очень даже неплохая реализация есть еще реализация в манджаро но я его не видел но знаю что есть реализация deep in desktop environment в манджаро на арч линуксе однозначно я буду его себе устанавливать буду работать в нем потому что deep in linux мне как только я его в нем узнал очень зашел благодаря своему окружению но из-за этих проблем которые я о которых я говорил ранее мне было проблематично его использовать здесь же мы имеем тот же самый deep in linux только на пакетной базе Ubuntu с одним таким замечанием что у нас не используется software store который используется в deep in а используется software manager software store который используется в Ubuntu никакой разницы между ними нету я описывал о том что software deep in очень красивый да классный там много много приложений но сейчас это не слишком критично так как в Ubuntu появилась поддержка snap пакетов и у нас всегда есть классные приложения которые нам нужны в работе которые всегда поддерживаются в последних версиях актуальным в актуальном состоянии предполагаю что у него будет очень светлое будущее так как на самом деле дистрибутив так скажем оправдал все ожидания которые на него возкладывались ну и для соответственно не любителей гнома окружения которые скрипя зубами и сердцем все таки пользуются Ubuntu но косо поглядывают на гном который даже при условии его перепиливания господа из canonical все равно выглядит как гном и от этого мы никуда не можем уйти гном всегда будет выглядеть как гном в общем на этом у меня с этим обзором все если я чего-то не дорассказал или вам чего-то будет интересно еще напишите в комментариях и будем смотреть рассматривать пишите свои впечатления об дистрибутиве если вы его ставили или он у вас уже стоит спишите свои впечатления об окружении что может быть есть какие-то проблемы которые мы не заметили в самом начале обзора на этом у меня все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и и всем хорошего настроения